Первый месяц года для многих вузов – это время сессии. Одни уже закрыли семестр, другие в активной фазе. 25 января – день поистине святой для каждого, кто грызет гранит высших наук. И отметить его надо так, чтобы после не было мучительно больно за бесцельно прожитые студенческие годы. Сегодня на сцене звезда студенческой эстрады «Марсеи» Максим Панов – вчерашний выпускник школы. Это были самые незабываемые эмоции, потому что это были уроки и перемены, двойки и пятерки, победы и падения. И все было классно. Вот так же классно юноша начал и свою студенческую жизнь. Новые друзья, новые эмоции. И те, кто только влился в студенческое сообщество, и те, кто стоит на пороге получения диплома, на праздники смогли поучаствовать в играх и конкурсах. В общем, повеселиться от души. Так в одном из конкурсов участники пытались найти спрятанные шпаргалки, замаскированные под конфеты. Под капюшоном? Под капюшоном тоже нету, друзья. Вот в капюшоне была все-таки две целых конфеты. Молодежь любит студенческую пору за ее неповторимость в первую очередь. Ощущаешь себя более свободно, чем в школе, тоже взрослый, отличаешь сам за себя. Студент – это вообще какая-то такая ностальгическая фраза. На самом деле человек должен всегда учиться, не обязательно какому-то предмету. Какие-то тематики жизни, там всегда. То есть с рождения, когда ты уже осознаешь, что ты в нашем мире, мне кажется, человек должен в чем-то себя учить постоянно. Учиться никогда не поздно, уверен Шамиль Гамзатов. И получать вышку в наше время надо. А Сергей Тен считает, что одного высшего бывает маловато. Жизнь слишком коротка, чтобы расточаться на какую-то узкую направленность на одну. И поэтому я лично для себя сделал выбор, что пока есть возможности, есть силы и немаловажные желания, я буду постигать что-то новое в своей жизни. В праздничный вечер студентам также было предложено покататься на коньках. В парке действует прокат, который сегодня для всех предъявивших студенческий билет был бесплатным. Тут же рядом ребята из клуба «Горизонт» пели песню «У костра». Многие из них пока еще школьники, но глядя на старших, наверняка уже грезят тем временем, когда и сами станут студентами. Есть такая группа с названием «Тату». Там девушки поют, что они сошли с ума. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.